В следственном комитете говорят, в деле Оксаны Ионовой можно поставить, если не точку, то уверенную запятую. 11 марта в столичный суд было направлено уголовное дело по обвинению экс-председателя Центробанка. Оксане Ионовой органами предварительного следствия инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий для государства, превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий для государства, хищения имущества государства с путем обмана и незаконной участия в предпринимательской деятельности, а также служебный подлог. В следственном комитете подчеркивают ряд преступлений Оксана Ионова совершила в группе со своим бывшим заместителем Олегом Брезинским и экс-председателем правления Приднестровского Сбербанка Степанов Шинкарюком. В настоящее время Шинкарюк и Брезинский скрываются от следствия, они объявлены в Росске в отношении их избранной меры пресечения в виде заключения под стражу. Если двух недостающих фигурантов дело необходимо еще разыскать, то воссотрудникам отдела столичного ГАИ все ясно, говорят в следственном комитете. Против него было возбуждено уголовное дело по факту взятки. Госавтоинспектор требовал денежное вознаграждение с автолюбителя за то, чтобы не привлекать его к ответственности за совершенное ДТП. В настоящее время проводится ряд следственных действий, направленных на установление и закрепление доказательств. Назначен ряд экспертиз, проводятся допросы свидетелей, очевидцев в совершении данного ДТП. Согласно уголовному кодексу Приднестровья за взятку предусмотрено наказание в виде лишения свободы на три года. Александр Кожухарь, Дмитрий Дьяков, Первый Приднестровский телеканал.